Всем привет! Это Crazy Cat. Сегодня мы будем украшать баночку для варенья. Все-таки сейчас лето и активно идет сезон заготовок, поэтому ягодная сочная композиция будет весьма актуальна. Для работы нам понадобится полимерная глина черного, синего, красного, белого и чуточку желтого цветов. Моделирующий инструмент FIMO, ножнички, баночка и эпоксидная смола. Делаем ягодки. Как сделать такие малинки можно посмотреть в мастер-классе «Малиновый браслет». Для начала сделаем цветочек. Катаем капельку из белой пластики, шилом проделываем небольшое углубление и ножницами разрезаем на 5 ровных частей. Затем моделирующим инструментом сначала слегка разравниваем листочки, а затем аккуратно раскатываем в ровные лепестки. Кусочек желтого цвета катаем в шарик, располагаем в сердцевинке и взрыхляем. Срезаем ножку и запекаем. Теперь из пластики красного цвета формируем ягодку клубники. Я из шарика сначала вытягиваю каплю, затем кончик делаю не совсем острым, а чуть продолговато приплюснутым, чтобы ягодка больше походила на оригинал. И шилом прорисовываю в мятинкой косточке. Так как одним бочком клубничка будет лежать на банке, я смело держу ее за основание, не боясь оставить отпечатки. Запекаем. Для ягод черники смешиваем синий цвет и немного черного. Раскатываем в колбаску, нарезаем на равные кусочки и катаем шарики. Теперь нужно взять тупой предмет подходящего диаметра. У меня это такая железная трубочка. Также можно использовать, например, отвертки шестигранники. В общем, все, что найдется у вас дома, подходящей формы. Вминаем отверстие и острым пинцетом прищипываем края вдоль отверстия. Таким образом у нас получается своеобразная юбочка. Запекаем. Из бумаги я свернула такую коробочку. Также можно использовать просто одноразовую посуду. Капаем по капле синего и белого цвета, всыпаем ягоды черники и активно трясем коробочку, чтобы ягодки неравномерно окрасились в эти два цвета. Всыпаем в чистую тару на сушку. Теперь берем желтую краску и зубочистку и прокрашиваем углубление в нашей клубнике. Сверху закрашиваем белой акриловой краской и почти сразу снимаем салфеткой белый слой. Так у нас не останется лишки на внешней части и снимется часть в углублениях, оголив желтые вкрапления, но при этом и часть белого останется. Раскатываем кусочек зеленого цвета и лезвием вырезаем литой хвостик с пятью листочками. Капаем фимогель и крепим на клубничку, чуть загибая краешки. Запекаем. Смешиваем смолу по инструкции. Одна часть смолы, две части отвердителя и подкрашиваем в желаемый цвет варенья. У меня это прозрачный ягодный. Нужно оставить смолу постоять до степени тягучий мед. Если это просто открытый воздух, то у меня это получилось около пяти часов. Если на батарее, то около часа понадобится. Периодически все-таки проверяйте. Смола должна быть тягучей. Теперь выливаем смолу на баночку и располагаем ягодки. Самый приятный момент. Тут дайте волю фантазии. Можно подождать, пока смола загустеет еще больше и полить ягоды сверху, например. Продолжение следует... Оставляем до полного затвердевания смолы и покрываем лаком. Все, вот такая сочная баночка у нас получилась. Я свою презентовала бабушке со словами «Теперь тебе вдвойне приятно будет пить чай зимой» и перед гостями засветиться не стыдно. Как по мне, душевная такая нарядная баночка получилась. А в нашей уже витаминное малиновое варенье поселилось. Если вам понравился мой мастер-класс, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и сумасшедшего вам вдохновения. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok